Европейский исследователь обнаружил 1500-летний фрагмент Евангелия от Матвея, написанный на сирийском языке, который, по словам, согласуется с другими сирийскими текстами и был обнаружен только благодаря современным технологиям. Григорий Косель из Австрийской Академии Наук использовал ультрафиолет, чтобы прочитать текст, который был написан на пергаменте в VI веке, но с терцей в нем использовался столетия спустя. Фрагмент относится к так называемому сирийскому Евангелию. Это фрагмент из Евангелия от Матвея, 12 главы. Косель говорит, что недавно обнаружен фрагмент, почти идентичный одному из сирийских переводов Библии, сообщает автор христианских заголовок 12 апреля 2023 года. Мир вам, братья и сестры, христиане! Ну и еще одно подтверждение истинности Слова Божьей, истинности Нового Завета. Но даже без этого, конечно же, нам приятно, что новые-новые свидетельства, хотя мы и так верим, я думаю, но многие свидетельства еще усилиют нашу вот эту веру, братья и сестры. Говорят и такие археологические раскопки, и исторические вот эти рукописи. Говорят нам о том, что, о истинности Евангелия, о том, что Евангелие, которое есть на сегодняшний день, оно дошло в том оригинальном виде. Я напомню вам еще о том, что открыл мне Дух Святой, что дьявол до самого текста Слова Божьего, Нового Завета, не допущен. Да, комментарии, есть многие лжеучителя, лжекомментаторы, которые дают неправильные комментарии. Неверные, греховные даже бы так сказал. Но сам текст, сам текст, да, переводы в основном классические особенно, неплохие, но есть переводы и послабее, но в целом тоже здесь враг не допускается, братья и сестры. Значит, ну, за исключением того, что мы находим там перевод Нового Мира, святителя Иеговы, там просто извращается этот перевод, извращает оригинал Нового Завета. Но комментарии, да, там уже враг более преуспел, но поймите, комментарии — это мнение людей. А мы должны брать сам текст, читать, исследовать, а комментарий, проповедник и так дальше — это как бы в помощь. Мы должны брать, и Господь скажет отчетливо, вот ты читал, почему ты так не делал? И не будет оправдания тем, которые скажут, только сказал вот тот, тот проповедник, тот пастырь сказал вот следующее, не будет, братья и сестры. Поэтому прислушайте к проповеднику, который проповедит истину, точно призывает к преданности Нового Завета, в точности исполнять всё, что сказано о Новом Завете. Буквально они как бы в такой какой-то образной форме, это было когда-то, 2000 лет назад, или это там не геенично, это и так далее, и так далее. Нет. Отчетливо сказано, что Господь сказал, что Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. В этом моменте преданность к Слову Божьему. А вот то, что Господь ещё даёт, что обнаруживаются ещё новые фрагменты Нового Завета, это ещё как бы должно усилить нашу веру. Но вы знаете, что может враг преуспевать и, конечно, какие-то делать там подделки и так далее. Что вы знали, что тот Новый Завет, который мы имеем, это «Аминь», это от Бога дошло так, как было написано. И это подтверждается то, что Господь сказал, что когда будет распространено Евангелие по всей Вселенной, я приду. И мы знаем, многие исходятся к тому, что приход Христа очень близок. И при этом мы видим, что Евангелие распространено как никогда широко. Библия является самая распространённая, самая популярная книга в мире. Какая Библия, какой Евангелие? Именно текст, именно тот, который мы имеем на сегодняшний день. Это ещё одно подтверждение тому, что тот Новый Завет, те переводы, кто на каком языке, например, особенно классические мы имеем, это «Аминь». Да, есть немножко более точный, лучший перевод, немножко слабее, например. Иногда может и полезно иметь и… Не только, например, как там… Например, я читаю в основном синодальный перевод Библии, но, например, и на греческом языке оригинал написан Новый Завет. Это да, для более глубокого изучения. Но текст «Аминь» дошёл к нам. Поэтому в этом не сомневайтесь. Бог не допустит. Понимаете, как же Бог, любящий Бог, и справедливый Бог может нам спрашивать нас за исполнение Его заповедей, за исполнение Слова Божьего. И при этом мы будем иметь, и тем более в широком обиходе, Библия, которая не является, скажем так, оригиналом, которая не является истиной. Нет, Бог на это не поступает, понимаете. Комментарий — это другое. Это уже мнение людей. Но каждому даётся возможность самому прочитать, исследовать и исполнять то, что там написано. И очень многие для спасения очень понятно и доступно написаны. Да, есть темы более глубокие, но в основном, если написано, что нужно так делать, написано. Если что-то написано, что и вы должны умывать ноги друг другу, то какой вопрос? Тут не надо философствовать. Нужно так просто исполнять и всё. И да поможет вам в этом наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Очень благодарен за подписки, лайки и также очень благодарен, кто финансово поддерживает канал «Любящий истину». Подписывайтесь на канал «Любящий истину», основной канал, и также на канал «Любящий истину-2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова